Итак, дорогие друзья, сейчас мы с вами, то есть я буду давать задание Дмитрию Нак, да? Вижу, Дима разбирается сейчас с формами, это то, что я давал задание на питон, тут чуть посложнее задание, но, вижу, начинает тыркаться, мы не раз писали формы, да, Дим, вот сейчас я прошу меня услышать, а потом я сейчас и ребятам расскажу, да? То есть я для вас формировал домашнее задание, чтобы вы раз и навсегда, и те, кто хочет с вами, разобрались с формами в Жанго, да? Я сейчас еще дам видео пояснение, задание я вам написал и еще поясню. Теперь, такие ребята, вот как когда-то не так давно говорил Эдуард Асанович, что пока Жанго воспринимается как некий конструктор, да, довольно сложный, Эдуард. И другие ребята, которые не совсем еще понимают, понимают, да? Дим, в контексте сбросьте в группу код ваш, да, там, ну, в RAR или просто в группу, чтобы ребята могли с вами параллельно работать. Работайте вместе. Задание обширное, и прошу меня услышать. Смотрите, понадобится неделя, пусть будет так, две, три, но задание надо выполнить и раз и навсегда разобраться с формами. В принципе, чтобы это было на уровне понимания. Я сформировал задание таким образом, что дал и задание, и подсказки. Но вот этого тырканья не должно быть. Здесь надо вынести такой урок, вот как вы делали его, смотрите. Вот я писал статью, тоже на нее дам ссылку. Я тут собираю ссылки вам, ребята, в видео, кому интересно будет, да? Сейчас, секундочку. Кстати, прочитайте дополнительно. Так, ладно, уже не буду останавливать видео. Вот еще один себе человек доказал, это Дима Нак, и он проделал, был огромную работу. Вот я рассказал, то есть у него получается, да? Получается, пока задание было давно в 2018 году, для его понимания надо было разобрать киви, там хорошие методы, ну много чего. Но в конце концов, Дима работал несколько месяцев, изучил ООП, изучил Пайтон, сделал красивое домашнее задание, но по ходу очень много изучил. Где-то тут я еще про него писал, вот он красиво описал функцию, тоже дам эту ссылочку, пожалуйста, почитайте, да? То есть, чтобы у вас, особенно новичков, было немножко энтузиазма побольше, да? Энтузиазм нельзя никогда терять, потому что вот это чувство, что оно получается, оно очень крутое чувство, да? Посмотрите, почитайте, посмотрите, круто все. Ладно, переходим. Секунду. Ребята, вот начну с того. Вот смотрите, сейчас Дима делает. Что вы должны были сделать, кому интересно и кто, допустим, новичок пока не дотягивает. Вот я как объяснял, да, говорил, что для школы почту лучше всего делать отдельную. Создали папку, вот я же сам так делаю всегда, да? Допустим, что мне надо использовать позже, я там сюда делаю, где-то создать курсы обязательно, что-то сюда. Джанго, Бустрап и так далее, и так далее. И размещайте вот эти сообщения на группу в эти папки, чтобы потом не упустить. Плюс введите план. Так. Это домашнее задание было. Теперь, Дим, и ребята, кто хочет разобраться. Вот вижу, форму уже пишите, но понимания не хватает. Надо поступить следующим образом. Вот, Дим, зачитываю другим. Вот смотрите, вы создаете форму. А, ну, это я вам объяснил инстанс, да? Тут вы почитаете. Теперь обратим внимание на домашнее задание. Смотрите, вот вы в этом моменте начали тыкаться. Начать надо с того, вот как я указал, в том порядке. Дим, вы большой молодец, это я честно говорю. Я просто как такая звездочка, да, вот этого вот энтузиазма. И вы сами чувствуете, что когда получается, оно, конечно же, изнутри прет, правда? Ну вот теперь давайте подсказывать. Итак, сейчас этап номер один. Вот перед вами ваш код, да? Вы можете взять другой код, но берем вот этот за основу код, да? Сначала надо разобрать следующее. Сначала надо разобрать каждую строчку. Здесь домашнее задание состоит из трех частей, и они будут перекликаться. Для начала, для начала, вот что сделайте. Вот в этой строчке часто все будет меняться. То есть, вот тут на этом моменте я вас попрошу просто тупо открывать поисковик, да? Вводите, типа, вот так, например, можно. Я хоть набрал. И поехали, да? Ваша задача первым образом для себя отмечать, что происходит в этой строке. В этой строке именно и будут происходить изменения. Стоп. Вторая часть задания. Так, что я, ребята, я обращаю сейчас Дмитрию Нагу, он, скорее всего, точно будет делать, но кто будет делать в школе, делайте с ним. Сначала вам надо разделить вот это понимание, вот это я вам сказал, да? Проискивайте, вытяните, да? После этого нашли, что мы набираем. Берем рекюс файлес, да? Набираем, учу вас, да? Все очень просто, ребята. Сейчас, 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 сейчас. Берем реквест файлс, реквест пост. Набираем и начинаем с доков, потом смотрим примеры. Перешли к доку, да? И смотрим. Кстати, вот ответы на вопрос, который он задавал, да? Неважно версия Жанга, эти вещи все будут одинаковые во всех версиях Жанга. Находите, да? Ответы, работаете с форумом, находите. Поняли смысл, да? Принцип. То есть, работаем с этим. Теперь, следующим этапом, я вас прошу, вот вы уже пишите, но осознания нету. Надо разделить по частям. Вот тут Эдуард Осанович мне как-то говорил не так давно, что у него восприятие Жанга как конструктора. Вот, Эдуард, вы сейчас берете и с Дмитрием проделываете. Почему? Потому что очень важные домашние задания. Читаем. Первое. Где создается HTML форма и по каким параметрам? То есть, я сейчас не буду давать подсказки. Вы должны из этого блока своей функции выделить, а на каком этапе создается HTML форма? Это идет понимание, понимаете? Потому что я заметил, что ребята в школе пишут, вот форма создается одинаково, скопировали, что-то там ставили. Не пойдет. Разбираемся подробно. Укажите со всего этого кода, где создается HTML форма. Все очень просто, ребят. Как только разложите по полкам, больше проблем у всех уйдут. Второе. Отдельно. Что такое валидация форм? Зачем она делает? Ниже я дал ссылки. То есть, разберитесь, да? Зачем валидация? Старайтесь свою форму вносить. После как разберетесь, побольше ошибок. Все поймете. Объясните мне это очень подробно. Какие методы валидации вы использовали в данной форме? Посмотрите, почитайте, ответьте. То есть, когда задаются конкретные вопросы, всегда очень просто найти ответ. Найдите страницу справки методов форума в джанго и дайте ссылку, какие другие методы там есть. Объяснять все не надо. Я вам потом показал, что дам подсказки. Вторая часть задания будет уже более поэтапная. Смотрите, задание, ну я пояснил, что как бы наоборот. В первой части мы разбираем то, что происходит, да? А во второй части уже будем более подробно. Вот смотрите, теперь вторая часть, да? Конкретизируем. То есть, именно так и делайте. Сначала, еще раз повторяю, Дим, грубо говоря, сначала вам надо понять, что происходит в форме в целом. Этап 1. Ага, что здесь происходит? Ответили себе, мне написали. Расписали объекты. Что здесь происходит? Этап 2 происходит одним предложением. То-то, то-то, то-то. Что здесь происходит? То-то, то-то, то-то. Что здесь происходит? И что здесь происходит? Получается, по сути дела, у нас этапов 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, разобрал вот это, что где происходит, уже все, бац, и на рельсы свои встало, да? То есть, понимание пришло. Ну, сначала так, да? Потом, я вам задал более конкретизирующие вопросы, чтобы вам было легко найти, да? Вот, Эдуард, помните, вы говорили, что ПК воспринимается как конструктор. А вот именно я и прошу вас объяснить. Стоп, у меня... Может, мелковато, но в школе вы увидите, поймёт, да? Поймёте. То есть, вот эту строку со стороны синтаксиса Python. Как видите, она, эта строка в функции, она вынесена, уже дальше идут if, else, да? При этом ещё есть вложенный if, но она вынесена за конструкции. Почему это? И объяснить это надо. Вот, Эдуард, слышите меня? Вот при чём здесь к джанга, да? Понимание синтаксиса Python. Это же определённая синтаксическая операция, да? Пусть здесь используется наша переменная, пусть здесь используется метод getObjectOr, грубо говоря, 404, да? При этом расскажите обязательно, что это за метод, вы его часто используете, да? Но это вынесено и почему-то объяснить при помощи именно с позиции синтаксиса. Следующее. Следующее. Мотаем, ребята, на ауз. Вот это понимание у вас должно быть. Здесь используется метод post. Значит, что берём, чтобы рассмотреть? Ответьте, пожалуйста, чем отличается get от post. В конце концов, будете понимать, да? И расписать это подробно. Это просто. Это минимальные знания, которые нужны в прорывных формах. Так, следующая строка. Что происходит на этом этапе? Если инстанс мы уже разобрали, то расскажите вот эти вещи. RecusePoster, RecuseFiles. И добавляю. Я, скорее всего, не написал. Помните, я вам говорил, вот в этой строке всегда будет всё меняться, потому что она закладывает основы формы. Так вот, зачастую ребята копаются часами, потом, ах, бас, файлы там, допустим, что-то не происходит с файлами. Забыл. Вот поэтому вот эти методы надо найти в джанге документации, объяснить и понимать, а почему они здесь присутствуют. Следующее. У нас идёт вложено if. Во-первых, что происходит на этом этапе. Я сейчас не буду вам подсказывать, но у нас была первая часть задания. Если вы сейчас отмотаете видео назад, там эта часть звучала. И если, по сути дела, вы выполняете задание, как я говорил, то вы уже ответите и будете знать, что делать. Поэтому, пожалуйста, разъясните, что происходит здесь. Вот это, что это за такая зверюга из валид. Далее я вас прошу разъяснить четыре строки. При этом прошу вас обязательно разъяснять очень конкретно. Например, разъяснять так. NewContent это переменная. Присваиваем значение form.method.save и commit.false, что это такое, что он делает. То есть, по сути дела, первое, вы разъясняете, что есть в Эдуард. Теперь для вас, смотрите, для ребят, которые сейчас говорят, я воспринимаю джанга как некий конструктор. А для вас, Эдуард, и ребят, да, у которых не воспринимают. Смотрите, вы еще, Эдуард Асанович, и другие ребята, разъясняете. Вот это у нас переменная. Вот это у нас присвоение. Вот это у нас метод. Синтаксис Python здесь понятненько. Применной присвоено значение бла-бла-бла форм.save. То есть, это идет чистый Python. Единственное, что значения изменены на то, что нам надо. Да, да, улавливаете теперь, что на самом деле джанга это просто Python, и Python надо знать. Теперь я вас прошу рассказать, кроме того, вот мы оставляем пока Эдуарда, он хороший вопрос тогда задал. Молочина. Молочина. Ух, когда сомнения, сразу рассказывает. Это класс. Расскажите мне вот эти четыре строки. Что происходит? Вот этот метод очень хорошо рассмотреть. Ох, он много где используется. Ох, вам жизнь облегчит. Как только вы его не запонимаете, считайте, ребят, дело не очень хорошо. Поэтому GAP Absolute URL, ребята, ух, надо выкопать, все выдрать, все выкопать. Потому что он настолько будет облегчать вам жизнь, что вы будете ловить кайф. Итак, четыре строчки. Теперь, зачем мы используем второй else? Вот в данной есть форму, потому что в принципе, то по принципу Python, else это не обязательно оператор. Но в форме он зачем-то нужен. И почему он идет здесь, да, вот здесь у нас вложенный. Что он делает, в каких случаях начинает отрабатывать. Ребят, Дима и те, кто ребята делают. Вот форма заработала, форма заработала у вас, слушайте меня внимательно. И начинайте неправильное заполнение форм, допущение ошибок. И смотрите, вам надо покрутить этот код. И смотрим результат, что где вы вводите, да, объясняем. И последняя строчка, она самая простая, но тем не менее, что делает эта строка, объяснить. И вот рассказываю для ребят, которые не так давно начали с Джанго, опять с позиции Эдуарда Асановича. То есть, как он сказал, что, да, это он правильно сказал, что Джанго вначале не воспринимается, как оно хотелось бы. Вот здесь, вот здесь, дополнительно, Дим, и вы, возможно, это посмотрите, я здесь не писал. Вот здесь, в этой строке, вбито очень дофига в самом Джанго. А дофига что? То есть, понятно, рендер показать, дальше. Вот здесь, раз навсегда, вот эту строку вы должны выучить. Выучить, каким образом? Не тупо заучить, а начинайте проговаривать, что происходит. Что происходит. То есть, примерно таким способом. Сейчас я отвлекся. Эдуард, смотрите, вот эта строка, как для вас должна произноситься? Во-первых, Эдуард, вы объясняете, Дим, вы тоже объясняете, что значит функция возвращает. Сначала объясните своими словами, потому что, когда приходит человек, начинает изучать, ему непонятно, что такое понятие функция возвращает. Ну, по сути дела, это все просто. Берите, возьмите, возьмите в руки калькулятор, у всех есть на телефоне. Взяли? Пожалуйста, возьмите сейчас, ребята. Прибавляем. Берем калькулятор, складываем, допустим, 3 плюс 5. Нажимаем равно. Калькулятор вернул, что? Число 8. Так же самое работает функция. Поняли, да? Объясните метод рендер, что он делает. Теперь, дальше вы должны научиться читать строку не просто, а логика. Я сейчас отвечу на свои вопросы поставленные, но ничего страшного, у вас так работы хватает. То есть, вернуть, показать. Для этого запросить, запросить, вывести куда, да? Вывести куда? И показать, что? Вот это должны быть ваши рассуждения. То есть, таким образом. Вот должно включиться со временем вот это вот мышление. И вот то, что я показал с этой строкой, вернуть и показать. Для этого запросить, вывести куда, как, да? То есть, что? Что? И постарайтесь вот именно в ключе понимания рассказывать. Потому что в данном случае получается реквест используется в Жанге везде. Ну, правильно. Нам же надо запрашивать, да? Далее. Ну, нам надо куда-то вывести это. В данном случае это идет в файл create.html. И далее. И далее получается. Сейчас я для себя вот соображаю, как я думаю, да? Что? Что вывести, да? Что? Не как, а что? Форму вывести, да? Потому что... Потому что... Сейчас я соображу, ребята. Да. А теперь смотрите, новички. Вот здесь на самом деле уже зарыт огромный смысл. То есть, что сейчас делает новичок после вот этих моих слов. Открывает сайт. Pro365.net. Сразу это не забываем, новички, да? И... Не важно, что там уроки по Жанга 1.6. Вы все это делаете в Жанга 2. Принцип будет один и тот же. Поверьте мне. Что вам надо сделать? Вам надо сейчас, сейчас, на данном этапе, чтобы это форум не касается. Это касается вообще любых представлений. Вам надо первое. Еще раз простудировать словари. То есть, взять словари Python, простудировать словари, слушаем меня, методы словарей и работу словарями. Потому что при помощи словарей Жанга выводит все данные. То есть, словари у вас должны не то, что, ой, знаю, ой, не знаю, а должно быть четкое понимание. Взяли и в голове представили, что такое словарь, ага, методы. Учить там особо не надо, но выведите себя на справку. Но вы четко должны понимать, какие, где и как методы. Второй момент. Вы обязательно открываете вот этот сайт. Да, у кого проблемы где-то с функциями, да? Значит, дорабатываем функции. Функции надо вообще не менее четырех раз проходить. Но я вас прошу, нет, это не то, это по Python, а Джанга. То самое важное в Джанга. Это начало все, это все начало. И, в принципе, в курсе Джанга вот что самое важное. И оно в Джанга 2, Джанга 1.6, оно все одинаковое. Для вас самое важное в этом моменте, чтоб вы не посмотрели, а проработать раздел вывода. Сейчас я посмотрю, какой раздел. Контекст. Контекст. То есть, в принципе, набираете Джанга контекст и, в принципе, будут те же самые, да? То есть, идет понимание понимание контекста, как Джанга выводит данные. На самом деле, вы должны четко понимать, что Джанга все равно, что выводить. Куда? Это HTML, PDF. Джанга не знает. Вот вы указали выводить там в другую комнату, оно и выведет. Он мощен этим Джангом, да? Но вот это разобрать. И здесь идет связь. То есть, смотрите, ребят, Дим, 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 и другие, ребята, связывайте знания. Словари у вас на этом этапе работы с Джанга, да? Не должны быть там что-то знаю, а вы должны так над ними прокорпеть, чтобы они вам снились, чтобы методы словарей уже чистого Python у вас были на высоком уровне. И далее, закройте раз и навсегда вопрос рендрейдинга и, в принципе, разберитесь контекст. То есть, как Джанга выводит, да? То там, изучив контекст, пойдет темплейт и все это пойдет цепляться потом. Но контекст это есть нечто то, что точка опоры, вот как, знаете, на кочку стал, остальное все уже придет. То есть, соображаете, да, сколько знаний надо вытянуть. Ага. Так. Тут разобрались. То есть, отмотаете назад еще раз домашнее задание. Дальше, Дим, я вам пишу тут. Вы можете, тыркос каждый раз указываю, а можете провести один день, но, Дим, пусть будет день, два, неделя, две, но делайте до тех пор, пока формы для вас раз и навсегда не будут открыты книгой. Да? То есть, все осознанно. Вы должны, в конце концов, писать форму и четко говорить себе, что вы делаете. Теперь, конечно, я вас не оставил без подсказок, кроме вот этих домашних заданий. Начните вот с этих четырех ссылок, да? На что обратить особое внимание? Обращаем особое внимание на несколько вещей. Ну, грубо говоря, вот это нам сейчас не надо. Стоп, а где написать? Ладно. Ладно, ладно, тут и напишу, да. Значит, на несколько вещей. Первое, вот так, как я задавал вопросы, то есть, как изучать, да? Вот уроки вы проделали, да, есть понимание. Теперь давайте уточняться. Второе, вот с этих ссылок, вот с этих ссылок мы смотрим. Здесь важное вам обязательно подключить Jupyter, да? Jupyter, я дал ссылку, где его искать. Давно должен был у вас в школе быть Jupyter, да, установлен. Вы что в пайчарах не делайте, не обязательно, сейчас я посмотрел даже, вы делаете веб, он сразу Jupyter разработает, да, но все разбираем в Jupyter, чтобы можно было сохранить код, да, с командной строкой, и вам надо особенным образом проработать именно API. Вот я не зря натолкнул вас, да, тут практически все вопросы, если прочитаете, начнете с этих четырех ссылок, то все вопросы, которые я задавал, они здесь есть, надо уложить в голове, да, более внимательно. При этом очень важный момент, начинаете вы идти от своего кода к справке, так будет понятно, да, иными словами поясняю свою мысль, если новичку дать справку, да, то скорее всего он ничего не сможет сделать, но когда мы начинаем работать с командной строкой, с командной строкой, то в принципе сложно понять эти методы, но вот если допустим я вам говорил проработайте контекст, при этом вы четко понимаете, что контекст выводит, то есть начальная информация у вас в голове уже есть, что контекст выводит некие данные, значит все, то есть ваш пример к контексту и дальше выводит данные, вы уже начинаете видеть это в справке, потом обратный процесс пойдет сам собой, придет время, когда вы будете читать справку и уже понимать, что вам делать, пока идите у своего приложения, услышали, услышали, молодцы, поэтому с этих четырех вещей есть подсказка как работают формы, но опирайтесь на свою, да, джупайтер, да, и проработайте джангоапи, апи-форум в данном случае, да, то есть проработать апи-форум, здесь ничего сложного нет, именно проработать апи в джупитер, да, то есть что происходит, при этом я вас попрошу, здесь вы, конечно, можете выполнять домашнее задание в любом порядке, сейчас проговорю основную мысль, понимаете, в конце концов наша задача, чтобы мы понимали вот этот код, да, по сути дела, если вам будет проще сначала получить навык работы сапи, то есть что происходит в форме, на каком этапе она сохраняется, на каком этапе идет очищение, валидация и так далее, потому что, допустим, если, возможно, вы начнете сапи, они не совсем понятны, почему, потому что обязательно надо понимание, а что происходит в целом форме, на каждом этапе, но поэтому делайте по-разному, в принципе, как вам удобно, мне важно, чтобы у вас был результат, и вы мне, как отчинаж, грубо говоря, рассказали, первый этап одно, второе, третье, методы используют следующие, и так далее, и так далее, да, но в конце концов, в любом случае, когда вы ответите на все вопросы, вам опи надо проработать, очень-очень хорошо, и вы заметьте, вы должны четко понимать, что происходит, с каким методом вы имеете дело, так как все, часть, не все, а часть метода у вас уже есть в действии, и самый важный момент, тогда вы должны вот эти все методы найти еще в справке Джанго, потому что пока вы идете от приложения к справке, и понимая, как этот метод отработал у вас, ну, например, там, и свалит, как он у вас отработал в форме, то, читая в документации, что он делает, вы уже четко понимаете, и обращаете внимание на другие методы, и четко понимаете, теперь вам понятно и ваш код, и документация, да, это классно, да, все на самом деле банально просто, так вот, видите, ребята, домашнее задание, то маленькое, да, ну, я вижу, что Дима пошел более сложные вещи делать там на сайте, да, но я же заметил, да, глазом, что тырканье, тырканье пошло, да, и сразу понял, что надо вот это домашнее задание, что всплыло, в принципе, Дим, получается следующим образом, первое, у вас сейчас есть и других ребят, все необходимое, так как, код вы уже пишете, да, приложение ваше работает, нам осталось чуть-чуть дожать, то есть, что происходит в целом, вы понимаете, теперь нам осталось дожать до конца, чтобы было конкретное понимание, то есть, вывести на осознанный уровень, что нас делает, при этом, сделано то, что даны конкретные вопросы, значит, активно используем документацию, поиск, то есть, пояснение других людей по этим вопросам, второе, и, конечно, с чего начать, я дал, тут вот есть все ответы, да, четыре ссылки, то есть, по сути дела, собраться в голове должно, не торопитесь, ребят, и Дим, не торопитесь, то есть, сколько бы не ушло времени, пусть уйдет, там, день, два, недели, но, вопрос надо разобрать, и этот вопрос, тогда вы разберете раз навсегда, все, вопрос отпал, и если вы так будете поступать, в Джанго, с каждым блоком, потому что блоков, на самом деле, в Джанго не так уж и много, если посмотреть доки, то, блоков не так уж и много, первый, там, блок модели, да, тут, по сути дела, я постараюсь, вот в новом курсе, мы будем давать, вот эти обширные домашние задания, вот, то, что я говорил, вот, курс уже начинается, сейчас уже, если вы смотрите позже, он давно уже, может, уже и прошел, но именно, а я там давал ссылку, да, мы будем писать более сложные вещи, я давал ссылку, но в любом случае, участники школы знают, о чем я говорю, и найдут эти курсы, это уже будет однозначное дело, ссылку я дал, по-моему, сейчас добавлю еще на курс, да, добавлю, добавлю сюда ссылочку еще, кто сейчас будет смотреть, вконтакте я давал, сейчас, секунду, вконтакте новости, кстати, тут просто новости школы, я дам ссылочку, а вот, начало нового, профессионального, увлекательного курса, Zonga 2, просто тут, я вас и веду, именно только к разработке, но, никто не отменял, я здесь пишу, уже сейчас, уже, потому что я его уже буду делать, так, дайте остановлю, и, что-то я хотел сказать, но, видите, отлегся, заключительное слово, все вспомнил, я говорил про блоки, то есть, по сути дела, блоков Zonga не так уж и много, методов дофигища, да, но базовых понятий, что надо представлять классно, не так уж и много, если посмотреть, да, вот в новом курсе, постараюсь вот давать именно такие задания, по сути дела, модели, да, ну, здесь несколько фрагментов, создание модели, сам принцип, типы полей, мета опции, и, по сути дела, выборка, да, то есть, все, вот это будет составлять основу, все остальное прикладывается, дальше, представление, правильно, здесь URL, и сами представления, ну, и плюс, третья вещь, это класс база VIV, да, как раз мы его тоже затронем, но остальные все вещи, вы знаете, ребят, вот формы сейчас, да, разбираем формы, все, это вот база, да, которая, в принципе, не меняется, не в Zango 1.6, 1.7, 1.8, поэтому я и говорю, что, другого способа, ребята, нет, не ищите вот эту, сейчас еще раз объясню, потому что меня спрашивают, а зачем мне проделывать уроки, там, Zango 1.7, сейчас, секунду, еще раз, вот этот момент проговорю, другого способа просто не будет у вас, и никогда не будет, и другого способа нет. вот смотрите, вот смотрите, описано очень просто, как правильно изучать Zango, другие методики не работают, есть только один способ, идти от старых версий к новым, то есть, то есть, ведь я сталкивался в школе, и приходили ребята, а, вот, опять про Эдуарда Осановича, на самом деле, вот он, не так давно писал, что, я взял там, Zango 1.11, но толком не понимаю, и не будет никогда понятно, ребята, надо идти, вот, есть в школе, начиная с 1.6, только делайте следующим образом, я вот всегда рекомендую делать так, делаете 1.6, и там какая сейчас версия, делаете, допустим, 1.11, и делаете версию 2, одно и то же действие, тогда будет понимание, что надо понять в Zango, в Zango разработчики постоянно изменяют, смысл не изменяют, они изменяют местоположение библиотек, они где-то расширяют, и вот к этому надо привыкнуть, но вопрос в том, что если человек изучал там, допустим, только Zango 1.11, или Zango 2, то любое, любое, то же действие, но с другим кодом, его будет выбивать из колеи, почему, потому что, в принципе, он вот эту философию не уловил, как ее уловить, да никак, надо просто взять и тупо проделать уроки со старых версий к новым, почему, потому что у Zango одно добавляется, но потом, вот я считаю, что версия 2, сама близко подошла к версии 0.99 практически, да, там пришли к спискам, то есть все по кругу прошло, да, все круче стало, но принципиально, да, вот, вернулись, то есть прошли, там, сначала были URL-кортежами, потом функциями, сейчас вот я не посмотрел патч, это тоже функции, да, только немножко другие, просто надо понимать, что школа составлена таким образом, что, вот почему, чтобы вы понимали, да, допустим, там основы, основы, да, метод контекст, мы рассматриваем Zango 1.6, а нафига их двойки рассматривать, если они не изменились с 1.6, принцип один и тот же, и когда человек изучает, на самом деле, пошел изучать правильно, да, то есть 1.6, потом, потом пошел 1.7, да, и сделал первый сайт, то есть вот именно на этом плане приходит первое понимание, когда люди уже, первый сайт и радуются этому, но ведь вы можете взять, просто, я не добрался, со временем я и для двойки напишу, но ведь вы можете и сами попробовать написать на двойки, да, и посмотреть, там URL поменять, где-то там функции, и получите хороший опыт, да, дальше пошли план, там у нас, допустим, идет выборка, да, и так далее, и так далее, и мы так двигаемся, если, потому что, если вы просто тупо переходите курсом сразу, там смотрите курсы 2018, 2019, вы как бы выбиваете с нити, понимаете, я составлял курс, в принципе, базы, то, что не меняется, это надо понимать, вот если понять, да, что, допустим, модели, да, выборка, ведь было в 1.6, просто их было меньше, и в версии 2, они одни и те же, просто их больше, но принцип, смысл не изменился, и не изменится, и синтаксис, ничего не поменялось, мета опции, были 1.6, в 2 стало просто чуть больше, но они не поменялись, ребята, при синтаксис, все одинаково, возможно, то, что окружает эти вещи, другие библиотеки, могли изменить местоположение, вот поэтому и надо, а старых, весь вертик новым, чтобы понимали, или там URL, ну да, можно было указывать кортежи, было функция URL, сейчас функция патч, но принцип, то если вы писали функцию URL, раньше в кортежах, ну сейчас будет писать патч, какая нафиг разница, да никакой, понимаете, то есть затруднение это не может вызвать, а те же вещи, шоркаст, да, то есть декораторы, реквест, респонза, они одинаковые, версии были 1.6, или вы что думаете, Python изменился, да не изменился, ведь эти все вещи строятся, быстрые вещи, на, на принципе Python, да, реквест был запрос в 1.6, а что он изменился, версии 2, вот почему, но, запомните, если вы берете там, вот как часто ребята берут там книгу, и читают о старых версиях к новым, вот это единственный способ изучить джанго как следует, все, другие способов, ребят, нету, это я вам честно говорю, потому что когда-то, я думаю, а нафиг удалю старые уроки, и напишу новые, а потом, когда я начал анализировать, думаю, ну вот что я разбираюсь, я смотрю на файл, а потому что именно так жизнь располагалась, поэтому это единственный способ, да, ну ладно, это я вам объяснил, а делать или нет, ледиться это дело ваше, да, я никого не заставляю, итак, возвращаемся назад, возвращаемся назад, то есть по сути дела, вот до этого минуту назад, я вам показывал, что базовые вещи джанго, их не так много, да, но вот сейчас в данном случае, Дмитрий Нак, да, Дим, ну вот таким образом вы должны разобраться, да, и те ребята школы, не переживайте, будет трудный момент, я подскажу, да, подскажу, я направлю правильно, да, сейчас тот, тот период, вот то, что я говорил, не зря посмотрите, видео с Сергеем Осачем, я его дал вам, по-моему, да, где я рассказывал, вот как он, Андроид Студия, да, погнал, хотя, было, помню, время, не мог, никак, пока человек, вот, не понимал, а как работает Котлин, там, с Андроид Студи, как только разобрался, все, дело, вижу, пошло, принцип, да, главное всегда уловить принцип, вот оно, да, есть, так, так вот, смотрите, и вот тут, важный момент, вот, я сейчас буду говорить, наверное, о третьего лица, вот смотрите, в данном, я рассказывал ранее, опыт Дмитрия, да, когда я ему давал задания, и, тут есть эти ссылки, да, вы посмотрите видео, и Дима тогда себя пометил, а прошло время, то есть, ему пришлось классы изучить, ему пришлось киви сделать, но он прошел вот этот путь, и имеет знания, и родился программист, то есть, человек, уверенно продвигающийся программист, сейчас смотрю, кроме киви, он подключил Джанго, и я смотрю по Лесту, сразу довольно сложные вещи, не на этом сайте, а на сайте Python 2, да, там более сложное приложение, уже больше на самостоятельную работу, и вот сейчас, для Дмитрия, вот в Джанго, тот этап, когда, смотрите, разобрал все классы, да, есть, и вот Джанго пишет, но вижу, чуть-чуть вот хромает понимание, вот тут надо направить, именно как приобрести, вот это домашнее задание, оно собой, и вот, и представляло, то есть, вот это вот само направление, чтобы Дмитрий и другие ребята разобрались, да, почему, Дима, смотрите, вот теперь услышите, вот вы же все очень круто сделали, вот в этих вот вещах, когда мы с вами, сейчас я, ребята, покажу, я тоже этим горжусь, сейчас я, покажу, да, когда все, вот понимаете, есть такое понятие, душа поет, вот у меня пела душа, когда я, когда я, сейчас я, это не там его код, где сам кот, я, где-то был кот, в общем, смысл такой, что, Дима очень классно расписал код, я видел, что человек понимает, о чем пишет, что пишет, но я думаю, что я это рассказал в своем видео, сейчас я, да, ну вот, да, да, эти вещи, да, посмотрите видео, все увидите там, да, оно есть, то есть, песня, да, то есть, я вижу, что человек понимает, о чем говорит, пишет, идет развитие программиста, программиста, и вот в Джанго настал тот момент, да, когда, Дим, смотрите, для вас говорю, а где эти я делал, когда вы уже пишете приложение, да, и вот на этом этапе надо дожать, вот то, что я дал домашнее задание, то есть, нельзя сейчас на этом этапе, исключить вот эти мелочи, то есть, да, вроде понимаете код, но не до конца, почему, потому что, если сейчас это не сделаете, это и будет с вами вот это параллельно идти, и потом получится за любую мелочь, придется лезть в интернет, пусть отдадите неделю, но дожать, вот как мы говорили в задании, разложить, да, определить то, что, зачем идет, то, для чего принимается, кто, новички, обратите внимание, когда говорил, что под зубов отлетали словари, то есть, вот эти вещи, все контексты, все сделать, и получается, у вас блок, то есть, ядро, сформировано в голове, раз, навсегда, вы с формами на ты, да, все остальное, что будет касаться жанга форум, оно будет просто добавляться, и добавляться к вашему пониманию, и не вызывать особого труда, а сейчас закончу тем, и вот это мы постараемся в новом курсе делать с каждым из разделов, то есть, я, там основные вещи, их довольно много, видео я тоже давал вам, да, дал сейчас, да, вот, да, нового курса, постараемся все вот эти сложные вещи сделать простыми, и уложить их, да, и просто дожать, да, то есть, как я говорил, берем курс на востребованного программиста, все, ребят, я думаю, что послушаем несколько раз, сделайте конспект, и плюс записано, ну, все, все получится, все, делаем, кто начал с этого видео, читайте ссылки под видео, начинайте с сайта spb-retout.ru, писать будете, у нас пишут все, так, а чего, у меня там интернет, что ли, пропал, абсолютно верно, ладно, Аминь.